На днях брестские школьники собрались на центральной площади Ленина, где своими выступлениями продемонстрировали мастерство строевого шага, а также наглядно убедили собравшихся, что они – гордость и надежда нашей нации. Сегодня кадеты – не просто ученики в военной форме. Для этих ребят честь и ответственность, как стиль жизни. А потому удивить членов жюри, среди которых все люди в погонах, труда не составило. Идея проведения этого осмотра возникла еще в прошлом году. Мы уже второй год участвуем в 35-й школе, участвовали 4 школы. Но город не ограничивается только 26-й, 31-й, 35-й и 28-й школой. Пришла идея объединить весь город на этом смотре и привлечь школы с Ленинского района, города Бреста, с Московского района, которые не были задействованы. Опрятность, дисциплинированность, подтянутость и умение слушать – именно такая сложность действий – залог успешного выступления любого отряда на городском смотре-конкурсе, который собрал около 270 участников разных возрастов. А это 14 команд военно-патриотических классов различных государственных учреждений образования. Основная цель – это патриотическое воспитание подрастающего поколения и увековечивание памяти наших героических предков. Подобные смотры необходимы, чтобы определить лучших среди лучших и дать оценку работы преподавателей до призывной подготовки и руководителей учебных учреждений. Становись, сравняясь с мирно. Выполнение строевых команд требовало от юных защитников Родины быстрого реагирования. Необходимо отметить, что главная ответственность в этом нелегком строевом движении ложилась на плечи командующего отрядом, которому в первую очередь важно было громко и четко отдать рапорт, а в последующем вести за собой весь отряд. Я пошел в кадетский класс, чтобы доказать, что я могу хорошо ходить в строевой подготовке и умею командовать. И это поможет мне в будущем. Можно продемонстрировать свои умения, показать, какая школа более сплоченная в этой сфере. Можно, так сказать, даже, например, мы ходили разные классы в этой группе, но мы зато сдружились очень сильно, и это нам помогло. Это патриотическое военное воспитание. Мне очень нравится ношение формы одежды, различные показательные выступления, также обучение военному делу. Мой отряд, я считаю, достаточно хорошо подготовлен, потому что мы каждый день, начиная еще после Нового года, тренировались. Мы очень много сил на это потратили. Видите, уже наполовину форму закупили. Я считаю, что мы не должны упасть в грязь лицом, мы должны показать то, на что мы способны. Организаторы надеются, что такое патриотическое воспитание молодежи позволит вырастить и воспитать достойных граждан страны, которые сделали выбор в сторону военной профессии.